Эту большую оранжевую машину в деревне знают и ждут. Жители заранее готовят бочки. В некоторых зданиях даже предусмотрена специальная система приема воды. Хозяевам при этом не нужно выходить из дома, а емкости с водой всегда находятся в тепле. Сегодня в графике улица Кедровая. В доме номер два живет Раиса Николаевна. Ватя она с 1972 года. К системе подвоза воды привыкла. Бочки всегда готовы и стоят на привычном месте. Полные закрыты специальными крышками. Водички хватает. У меня еще и коровки пьют. У меня водичку привозят. И в бане мы моемся. И дома посудомоечная машина, и машинка. Вот четыре бочечки. Вода хорошая. Мальчики молодцы. Все вовремя привозят. Водичка очень чистая. Посмотрите. Ой, какая она вся прямо прозрачная. Эта вода используется не только для бытовых нужд, но и для приготовления пищи. Она соответствует необходимым требованиям. Ее регулярно отправляют на анализы. Специалисты оценивают состав и качество. У нас, как во всех деревнях, импульс, который очищается воду. И мы за это ухаживаем, мы за это отвечаем. Это наше святое, как бы говорится, что в первую очередь без воды. Людям нельзя жить. Доставка воды у нас по графику идут две улицы. В объем КАМАЗ у нас большой, 13,5 тонн. И обслуживает вот так людей. Воду жителям привозят стабильно. Два раза в неделю по необходимости время доставки корректируется. Хоть система и отлажена до автоматизма и привычна, новость о строительстве водопровода в Атинце приняли на ура. Мы даже так обрадовались. Это же как в городе мы будем. И нет проблем. Вы знаете, вот зимой, особенно зимой у нас проблемы. Потому что ее надо перекачать быстренько, чтобы, не дай бог, замерзнет. Если вовремя ждем, они подвезут мальчики, мы скорее бегом качиваем. Даже бывает, что шланг замерзает на ходу. 40-30 градусов шланг замерзает, и тогда приходится ведрами. А если чуть прокараулем, она же замерзает в бочках. Это вообще чудо водопровод будет. У нас теперь проблем не будет. Спасибо большое, конечно, всем. Спасибо и Борису Александровичу, и всем, 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 что все-таки мы теперь цивилизация. В 2018 году во время выборной кампании в органы местного управления, представительные органы государственной власти, мы активно работали по сбору наказов избирателей. И Зайцева речка, Вата, Аган. Вот три населенных пункта, где жители высказали свои пожелания, требования. Мы пообещали, что обеспечим Вату центральным водоснабжением. У нас один населенный пункт, который не обеспечен центральным водоснабжением. Современными материалами, пластиковая труба идет по холодной воде. Мы отслеживаем все эти виды работ и контролируем. Регулярно объект посещают представители управления капитального строительства муниципалитета, на месте оценивают выполненные работы и планируют новые этапы. Проект протяженность 5 километров 300 метров, два кольца, независимые друг от друга, труба полиэтиленовая, диаметр 125, по-моему, 9,7 миллиметров, толщина стенки водопроводная. В связи с отсутствием в данном населенном пункте системы теплоснабжения было принято проектное решение подземной прокладки ниже глубины промерзания на глубине 3 метра. Срок реализации масштабного долгожданного проекта по строительству водопровода два года. Подрядчик обязуется завершить все работы в 2023-м. Приступили к работам мы 4 сентября этого года. На данный момент проложено 1189 метров трубопровода. Используем мы технологию бестроншейной прокладки, горизонтально направленное бурение. Это позволяет сохранять, так сказать, ландшафт, территорию, меньше грязи, соответственно. Не надо восстановительные работы производить. Трубы для воды располагаются под землей. Направление, наклон буровой головки, траектория будущего водопровода – все это видно на небольшом экране специального аппарата. Благодаря ему операторы контролируют малейшее движение и направляют бур в нужном направлении. Сегодня в плане участок протяженностью 47 метров. Пока бур идет по заданному маршруту, в следующем месте его остановки уже работает экскаватор. Специалисты готовятся к укладке полиэтиленовых труб. Полиэтиленовая труба – это большой срок службы, более 50 лет. Во-вторых, она чистая, не имеет коррозии. То есть, какая вода туда заходит, такая и выходит. Металлические трубы – они меньше срок службы, коррозия. Ну и необходимость их промывать, потому что все-таки металл есть металл, полиэтилен есть полиэтилен. Труба специально сделана питьевая, потому что есть как канализационная, есть газа, а есть питьевая. В данный момент применяется именно питьевая труба. Здесь трубы уже установлены. Осталось их соединить, причем так, чтобы место стыка было герметичным. Для полиэтиленовых труб используют технологию электромуфтовой сварки. Это современный метод работы. После того, как сварка завершена, трубе необходимо дать остыть и можно ее закапывать. После того, как все трубы будут установлены, специалисты приступят к обустройству колодцев и пожарных гидрантов. Эти работы запланированы на следующий, 2023 год. Алена Новик, Леонид Мальковский, Эдуард Шарапов, телевидение Нижневартовского района, ВАТА. Специально для Югра-24.